Разговор по чесноку на радио UFM Добрый вечер, дорогие радиослушатели и телезрители. В эфире программа «Разговор по чесноку» и я, Марина Хакимова. Буквально на днях в столице Малайзии, городе Куала-Лумпур, прошел 37-й чемпионат мира по армрестлингу. И сразу две серебряные медали в копилку нашей российской сборной принесла жительница Казани. Старший преподаватель кафедры физ. воспитания и спорта Казанского федерального университета Евгения Фомина. Как проходил чемпионат, насколько ожесточенной была борьба, а также чем отличается жизнь, характер и судьба женщины-борца от обычной женщины. Обо всем этом мы узнаем сегодня из первых уст. У нас в гостях мастер спорта международного класса по армрестлингу Евгения Владимировна Фомина. Здравствуйте. Здравствуйте, Марина. В первую очередь хочу, конечно, вас поздравить, поздравить всех наших спортсменов с нашими победами в этом чемпионате мира. И хочу узнать, как проходил чемпионат, какие воспоминания вы привезли оттуда буквально 10 дней назад, как вы приехали. Чемпионат прошел на очень высоком уровне. Да. Было единственное, тяжело адаптироваться. Было 6 часов праздница. То есть по нашему времени мы начинали бороться в 4 утра. В 2 ночи нужно было встать по нашему времени. Вот. И в соседней стране проснулся вулкан. Был сильный смог, туман, высокая влажность, высокая температура воздуха. На улице было находиться практически невозможно. Сколько была температура? Какая? Где-то около 32 градусов. Влажность, наверное, 100%. Учеба, что вы уехали из холодной Казани. Да, не было видно даже соседнего здания напротив. Но мы находились в очень огромном отеле. Там проходило взвешивание, соревнование, торговые центры и рестораны. В общем-то, нам практически не приходилось выходить на улицу. Кондиционеры, то есть все замечательно. Но на экскурсии нам все-таки удалось выбраться. Страна покорила и инфраструктуру, несмотря на то, что это Азия. И чистотой. Гораздо чище Баку, который относится к Евросоюзу сейчас. Мы тоже медали привезли. Да, очень красивый город, очень зеленый. Причем большие центральные парки. В парках сделаны беговые дорожки, люди бегают, занимаются. То есть, в общем-то, все для людей, все для жизни. Очень много красивых машин, которые у нас не встретишь на улице. А что касается чемпионата именно, как он проходил? Что было сложным для нас? Сложным было, может быть, то, что почему-то организаторы не посчитали нужным вывести расписание. С самих соревнований. То есть, какого времени начинает бороться какая весовая категория. То есть, вставать нужно было рано. Приходить в зал. И ждать, когда тебя вызовут к твоему столу. И ты не знаешь, это будет через полчаса или через два часа. Ты должен быть размятый, готовый. Хочется спать и есть, потому что у нас еще четыре утра. А так, в общем-то, все было замечательно. Очень много стран. Первый раз я увидела команду Китая, сборную. Последние три года, что я езжу, я первый раз увидела сборную Америки. Они не приезжали. Сборную Японии я видела только в 2004 году. Последние три года их тоже не было. Народу было очень много, очень много стран. И ЮАР приезжали, но ребята уже знакомые. Они ездят много лет. Очень поднялись казахи. Но они заявили о себе еще в прошлом году. В этом году они еще больше улучшили свои результаты. То есть, они выиграли там и у тех, кто, наверное, долгое время считался непобедимым. Очень сильно заявили о себе юниоры. То есть, у нас первые два дня боролись юниоры до 18 и до 21 года. И юниоры до 21 года допускали сбороться среди мужчин и женщин. И они все практически вошли в тройку. Они подвинули серьезных именитых спортсменов, которые с года в год были непобедимыми. То есть, уровень спорта растет. И растет серьезно, с семимильными шагами. И если еще в 2004 году весь пьедестал был практически занят российскими спортсменами. И самым сложным считалось пройти отбор на чемпионате России. Самым сложным было попасть в сборную России, Европу и мир. Они после нашей мясорубки уже не считались серьезными. А то сейчас все гораздо серьезнее. То есть, наши заслуженные мастера спорта. Многие оказались вне тройки. Очень многие. То есть, чемпионы России. Там 110 килограмм, да, ребята? Я знаю, что даже спортивные журналисты, наши российские, часто пишут, что американки отдыхают. А наши, именно женщины наши, да, спортсменки в области армрестлинга, везде побеждают. И сейчас, можно сказать, что нашим женщинам наступают на пятки казахи. Казашки. Казашки. Казашки, украинки, да. Ну, это наши соседи, можно сказать, наши родственники. Еще вчерашние американки. Ну, не знаю, они же коней на скаку не останавливают. В горячие избы не заходят. Это у меня получилось так, что были предварительные поединки. Поединок. И сразу же меня вызывают в поединок за выход в полфинал. И я не успела отойти от стола. И выхожу опять бороться. Один судья был наш, а второй, я не знаю, с какой стороны. И он у нашего судья спрашивает, а I'm ready, она готова? Он говорит, да, Раша. Она готова, она может отсюда не уходить. Она всегда готова. Женщины-силовички, так называют, опять-таки, журналисты наших спортсменок в армрестлинге. И вот это вот как-то с чем это связано, что наши именно вот женщины-борцы всегда впереди планеты всей. Это в нашем характере российской женщине? Или это как-то генетически передается, что... Мне кажется, сильнее русской женщины вообще нет. Вот сильнее русской женщины нет никого в мире сильнее. Характер и физический? И характер, наверное, физический, да. А с чем это связано, что нам так много приходится сумок даскать изначально из магазинов или что? Наверное, это здесь русский дух, здесь Русь и пахнет. Наверное, это все-таки это Россия. И это чувствуется вот именно на таких международных чемпионатах? Очень. А как принимают нас? Нас не любят, потому что нас боятся. Понятно. Я сейчас попробую перечислить лишь некоторые ваши регалии, некоторые ваши награды. Вы серебряный призер чемпионата мира в 2004-м в ЮАР. Бронзовый призер чемпионата Европы в 2013-м в Литве. Серебряный на чемпионате мира в Польше, в Баку, в Софии. Сейчас у нас на столе лежат лишь некоторые из ваших наград. Скажите, какая из них для вас наиболее ценная, вам особенно, может быть, дорога? Наверное, особо дорога. Это медаль с чемпионата мира 2013-го года. Потому что с 2004-го года с ЮАР, получается, сколько? 9 лет, 8. Я никак не могла попасть снова в сборную России. Но был момент, когда я решила, что все, я ухожу из порта. Мое терпение лопнуло, я устала. И я уходила в декретную со вторым ребенком. Но все-таки вернулась и решила, что нужно идти до конца и добиться. И с года в год, каждый Новый год, я загадывала Деду Морозу одно желание, чтобы он мне дал силу и терпения. То есть 9 праздников, 9 новых годов. Да. Загадывали это желание. Одно и то же желание. И каждый день, каждый день ты просыпаешься, и ты понимаешь, что ты ешь для своей цели, ты спишь для своей цели, ты тренируешься для своей цели, ты отдыхаешь для своей цели, чтобы восстановить свои силы. Ты все делаешь ради одной цели. Потому что, если ты разбрасываешься в сторону, то ты все дальше и дальше от своей цели. И вот, наконец-то, я попала в сборную России в 2013 году. И на чемпионате мира, перед тем, как мне идти бороться, в ночь мне приснился мой первый тренер, Иван Оревчик-Колпаков. У него я тренировалась в Аматоре на Ленинградской. Спортивный клуб. Да, спортивный клуб «Мотор». Когда я пришла к нему в 15 лет, в 10 классе, он взял меня за руку и сказал, ты очень сильно, попробуй себя в армрестлинге. Будешь уступать за наш клуб. А тогда клубы города Казани, они соревновались между собой. Ну, прям вот клуб на клуб. У нас ребята занимались тяжелой атлетикой, силовым троеборьем, пару лифтингом, армрестлингом занимались. И у нас была такая, можно сказать, семья. Мы ходили поддерживать друг друга в соревнованиях. Вместе отмечали праздники, дни рождения. И как-то он мне сказал, уже, наверное, спустя год, ты станешь чемпионкой мира. 80 килограмм. Сказал бы, что я, Бонарич, я буду весить только 65. Было тогда сколько, 15-16? Мне было, да, уже тогда 16 лет. Первые соревнования у меня были 65 килограмм, потом 73 по юниорам. По юниорам я тогда два года подряд была третьей на первенстве России, третьей на всемирных юношеских играх. Вот. И с того момента начался мой путь. Ну, первой я еще так и не стала. Все впереди, она теперь. Ну, это была какая-то мистика, да? То, что он тогда вам приснился и... Он, да, приснился и даже я проснулась посреди ночи. И вот этот какой-то прилив сил. И, наверное, как напоминание, что ты идешь верным путем. А он давно умер? Наверное, где-то в 2002 году. То есть это как такой приказ того света, да? Можно воспринимать мистика. Из далекого прошлого, да. Вообще много мистических каких-то совпадений у вас было в жизни? Мистики вообще много. Ну и вообще, наверное, жизнь движет его величество случай. Но все случайности не случайны. И вообще, мое любимое произведение «Мастер и Маргарита» в Лугаре. Ну, а я слушаю. Да. И поэтому все в жизни как-то вот так. На самом деле, очень волшебно. И столько волшебства случается. И столько людей встречается. Потому что один в поле не воин. И говорит, что это мои медали. Нет. Здесь столько людей приложило сил, энергии, поддержки. Всем вообще огромное спасибо перечислять их сейчас. Просто сложно. Но эти люди знают, что я им крайне благодарна всем. Даже за возможности выехать на соревнования. Потому что последние два года, как ни олимпийский вид спорта, министерство нас не поддерживало. Сейчас вроде оно как-то поворачивается к нам лицом. Но еще не совсем. Потому что, ну, может быть, мы и не олимпийский вид спорта, но мы национальный вид спорта. В Якутии, например, у них национальный вид спорта перетягивания палки. Но это их вид спорта. И они его поддерживают. Пусть он не олимпийский, пусть он может быть не признан на мировой арене, не так популярен, но это их вид спорта. Арам Рыслинг, он все-таки не один сабантуй, не проходит без этого вида спорта. И это наш. Потому что даже сборная Республики Татарстан, у нас из Республики Татарстан выехало туда 10 человек, если сейчас я не ошибаюсь в цифрах, и 8 из них привезло медали высшие пробы. То есть у нас очень сильные ребята, и Республика Татарстан полна традициями. У нас всегда были спортсмены высшего спортивного мастерства. И есть кем гордиться, есть кого вспомнить. Очень много заслуженных мастеров спорта, и международников, и мастеров. Поэтому я не знаю, какой еще другой вид спорта. В Республике Татарстан приносит столько медалей ежегодно. Странно, что до сих пор называется английским словом армрестлинг. Есть прекрасное русское слово рукоборство. В некоторых странах это называется канадская борьба. В Болгарии. Почему не татарстанская борьба? Надо написать письмо. Да, надо написать письмо. Переименовать. Хотя, насколько я слышала, армрестлинг изначально был любимым развлечением американских дальнобойщиков. Дальнобойщиков они в барах. Это у них любимая игра была. Видимо, после пива там где-то. Ну, так же, как, наверное, кулачные бои, да? У нас кулачные бои. Да, был великим таким нашим развлечением. Или бокс у них был на улице. Ну, тот же футбол, например, да? Он там во всех портах. Ну, и странно, что именно русские женщины. Если думать о мастере Маргарите, может быть самый сильный персонаж в мастере Маргарите. Это Маргарита, это женщина. Ну, что она могла без Воланда, да? Я бы сказала, что она могла без мастера. Своей любви к мастеру может быть. Ну, да. Опять-таки, это мистика, это сила, вот внутренняя сила. Может быть, это как раз и отличает русскую женщину от остальных. Это какая-то внутренняя сила, внутренняя... Вера в чудеса. Вера в чудеса. Нет этого. Вы знаете лучших иностранных спортсменов. Да, они более, наверное, приземленные. А у нас вера в высшие силы, в какие-то помощь, помощь извне? Да, и одухотворенность в наших лицах, она прям видна. Наши девушки, они с крыльями. Вот наши спортсмены, они с крыльями. А иностранные спортсмены, они больше приземленные. А как еще вот это заметить? Как это увидеть? Говорить о одухотворенности в лицах? А еще как? Во время борьбы, может быть? Ведь всегда, наверное, вот смотришь на экране армрестлинг, да, борьбу, думаешь сразу, вот это вот русское. Даже ни имени нет, да, ни титров, никаких, ничего. Вот как это, как проявляется именно то, что русский спортсмен? Ну, наверное, дух и энергия, она ощутима. Энергетика какая-то, да, внутренний вид. Я прочитала тоже в интернете, когда вас читала, такой термин «взрывная сила». Мне этот термин очень понравился. «Взрывная сила русской женщины». Вот что это такое? Это на самом деле страшно. Когда она, особенно в быту, да, случается. Это, наверное, как вулкан и стихия, которую невозможно остановить. Темперамент? Темперамент, да. Но если сравнивать там с темпераментом итальянки, то наш темперамент, он другой. Он не выплескивается наружу, он внутри. Это умение терпеть, умение, наверное, как-то собираться духом. Наверное, все испытания, которые прошла наша страна за много веков, это же все копится и вкладывается. Да, этим дышит наша русская земля. И, может быть, почему и наши девушки успешно на мировой арене? Потому что в армрестлинге все решает в секунду. Ты идешь к этому год, два, три, полжизни, и все решает какие-то доли секунды. То есть умение собраться, взорваться, и вот в это одно движение приложить всю силу, которая есть в тебе, все, что ты копил, все, к чему ты шел. Выложиться один раз так, что ты потом дышать не можешь какое-то время. Какой-то драйв, да? Ну, драйв, неимоверно. Адреналин. Потом, наверное, вы его сохраняете, еще уже вернувшись домой, да, после чемпионата. Нет, потом. Потом такое опустошение, и обратно летишь в самолет, уже в какую-то прострацию. И, наверное, еще неделю дома просто очень сложно даже собраться на решение каких-то бытовых вопросов. То есть ты же возвращаешься. Я прилетела, например, вечером в 10 часов. Утром я уже была на работе в 8, в 5 пар. Я неделю не могла даже разобрать чемодан, потому что, ну, вот как-то надо понять, что у младшего замечание в дневнике, у старшей свои сложности. И как-то надо что-то как-то кушать, готовить, в магазин идти, журналы на работе заполнять. Да, вот у меня тоже возник вопрос, но я тоже прочитала, что все-таки семья вам помогает. Папа вас был первым учителем, учитель физкультуры он у вас был, да, тоже спортсмен. Муж спортсмен. Дети... Спортсмены. Спортсмены, да. То есть они вас, семья вас поддерживает, понимает? И если вы уезжаете надолго на чемпионат, потом долго от него отходите, как муж реагирует? Кто мыет посуду? Он может помыть посуду и помочь приготовиться. Он очень помогает и очень поддерживает. Даже на расстоянии я чувствую прилив энергии от него. И в звонках, и в сообщениях записывает все мои выступления, дежурит около компьютера, отпрашивается на работе, все видеотрансляции. Очень болеет и даже всячески старается. То есть появляются, может быть, какие-то новые тренажеры, ручки или приспособления. У него есть возможность на работе это для меня сконструировать. Он вообще такой технарь. Руки у него золотые. Вот. И... То есть очень помогает мне и в тренировочном процессе. Сегодня он мне говорит, во сколько ты не вернешься? У нас сегодня бег по расписанию. Мы вечером бежим в парке. Я говорю, нет, сегодня я не бегу. Ты ленейший. Кстати, каждый вечер, да, в парке, в соцгороде? Нет, не каждый вечер, конечно же. Летом, да. Летом я тренировалась, когда к миру готовилась, каждый день, два раза в день. Были тренировки, и бег был практически каждый день. Не знаю, почему. Многие не рекомендуют бегать. Ну, вот нам. То есть считают, что это отбирает силы. А мне эта сила дает. То есть когда ты бежишь, тихонько бежишь, ты дышишь. Причем ты видишь, как меняется парк. Весной, когда липы расцветают у нас, да. Осенью сейчас, как по шуршащим листьям. Парк у нас отреконструировали. Сделали вот этот круг для бега. Но еще не включили фонари. Вечером темно. Фонтаны зато какие-то сделали. Да. Очень, да, волшебно. Это тоже очень приятно. Все, что Казань делает для спортсменов, для людей, занимающихся спортом. Потому что людей бегает очень много. Даже 1 января, у меня традиция утром бегать, я в парке не одна. То есть люди с 9 утра, с детьми на лыжах, и бегом, кто как. После празднования Нового года. Да. В 9 утра. Да. Это наш старый райончик, САЗ-город. Достаточно активный, спортивный. И ни один спортсмен вышел оттуда, высококвалифицированный. Да. Наш район богат традициями. Да. А как дети? Они тоже с вами вместе бегают? И как они реагируют на то, что мама звезда спорта? Горды в школе рассказывают? Да, Макара рассказывает всем в школе. Но, не знаю, у него, наверное, еще пока лень. Или что-то такое детское. Но вообще мальчики, они созревают поздно. И достаточно ленивые наши мужчины. Но когда приходит война, они собираются, конечно. А с дочерью, да, мы бегаем. Мы вместе бегаем. Мы тренируемся в зале. Она занимается академической греблей. Я ей помогаю в ее тренировках. Их 16 лет сейчас. Да. 10 класс. Да, она отличница. Да, она отличница. Победительница международной олимпиады по биологии. Свою жизнь собирается связать со спортом, как и мама? Она еще не определилась. Ей очень нравится химия. Она увлекается химией серьезно. Но спорт ей тоже очень нравится. Цели она ставит большие. То есть она чемпионка республики. Тарстан уже неоднократная. Достаточно волевая, терпимая, сильная, целеустремленная. Но она еще не определилась. Я не собиралась связывать свою жизнь со спортом. Моя бабушка говорила мне все детство. Ну, кем же ты будешь, Женя? Ты будешь учительом физкультуры, как твой папа. Я говорю, что? В мире нет других профессий. Я не буду учительом физкультуры. После школы я поступала в университет на биофак. Мне хотелось быть спортивным генетиком. Но не тренером. Ну, я завалила биологию. Вот. И получилось так, что я сразу пошла работать тренером в детско-спортивную школу. У нас в авиастроительном районе. И через год уже поступила в педагогический университет на кафедру физоспитания и спорта. Бабушка накладывала. Так что бабушка оказалась вправо. Да. Я хочу напомнить нашим радиослушателям и телезрителям, что в эфире программа «Разговор по чесноку» я, Марина Хакимова, и о роли спорта в жизни современной женщины. Мы говорим сегодня с серебряным призером 37-го чемпионата мира по армрестлингу, мастером спорта международного класса, старшим преподавателем кафедры физвоспитания и спорта КФУ Евгении Фоминой. Евгения, насколько я знаю, у вас левая рука сильнее, чем правая. Это значит, вы левша? Левша, но, наверное, переученная. Пишу я правой рукой. А, держитесь лево. И нож держу я в правой руке, да, когда реже. Но в волейболе я подаю левой рукой, в теннис я играю левой рукой, и левая рука мне сильнее. Ну, скажем так, обе руки рабочие, но левой сильнее в разы. А вот вы и ваш муж, просто это вопрос, который, наверное, часто вам задают, да, кто сильнее физически. Вы когда-нибудь пробовали соревноваться с вашим мужем, с Аркадием? Мы с ним одноклассники. Со второго класса мы лучшие друзья. Все началось с того, что мы подрались в кабинете пения. То есть с этого началось влечение армрестлинга? Нет. С этого начались наши, наверное, дружеские отношения, которые после школы переросли уже в нечто большее. Он занимался сам классической греко-римской борьбой и тяжелоатлетикой. Мы в Моторе тренировались вместе у одного тренера. На тот момент в Моторе я, наверное, могла побороть любого, даже взрослого мужчину. Я выиграла всех, кроме него. Сколько вам было тогда лет? 15-16. То есть 15-летняя девочка могла победить любого мужчину в спортивном клубе? Да, я брала, наверное, скоростью и фактором неожиданности. И это были лихие 90-е, где-то 95-96 годы, да? Да. То есть по соцгороду вы могли даже в то время спокойно гулять ночью. Я помню просто эти времена. В Казани и во всей России лихие 90-е. Ну, не потому что я их выигрывала, а, наверное, потому что, ну, все ребята, имеющие авторитет, занимались в зале. А так как я занималась с ними в зале, ты меня просто весь район знал. Да. Ну, и сейчас знает вас, можно сказать, весь мир. Наверное, да. Так что, да, район гордится. Вы ведь еще преподаете. Да. Вы преподаете здесь, в университете, на кафедре физвоспитания и спорта. Расскажите, как вот эти вот деятельности, чемпионаты, соревнования, преподавательская деятельность, как они совмещаются? Я очень благодарна заведующей кафедрой Людмиле Васильевне за то, что она поддерживает меня. Всегда очень болеет. И говорит, Женя, первое сообщение мне, как ты отборешься? И отпускает меня на соревнования. И непосредственно своему руководителю Александру Николаевичу. Он очень с пониманием относится. Работы, конечно же, очень много. И я помогаю на кафедре, занимаюсь сборными командами. И общественной массовой работой, и проведением праздников, и мероприятий. Но перед большими стартами, когда они видят, что я уже очень устала, они мне дают возможность восстановиться и всегда относятся с пониманием и к моим тренировкам, и к поездкам. И я вообще, на самом деле, может быть, не всегда могу это выразить, или, наверное, не всегда есть случай об этом сказать, но я им очень за это благодарна. Это очень ощущается. Очень поддерживают меня коллеги. Они всегда за меня болеют и рады за меня. Особенно, когда я наконец-то получила удостоверение. Получила я приказ, вышла в январе, а в конце мая я получила удостоверение мастера спорта международного класса. Я у нас была... В 2013-е? В этом году. А, в 2015-м? Да. Вот, в этом году, в мае. У меня было окно, и я тихонечко, спокойненько по Петербургской дошла до Министерства физкультуры и спорта. Получила это удостоверение. Пришла на работу и сказала, девочки! Да, мы это отмечали, обмывали значок в шампанском. Вот, на самом деле, коллеги очень помогают и поддерживают. То есть, какая-то нужна помощь в работе или заменить, потому что уезжаю я надолго, достаточно часто. Они всегда подхватывают в мою группу и заменяют, и помогают. Всем огромное спасибо. Они мне сказали, Женька, передай нам привет в прямом эфире. Всем привет. Ну, это неудивительно, да, конечно, коллеги и руководители, потому что здесь вы поддерживаете авторитет Казанского университета нашего, Казани, Татарстана, России в целом. А что касается студентов, как они реагируют на ваше выступление? Тоже смотрят в Ютубе все? Я не знаю, смотрят ли они. На занятиях я ни афишера об этом не рассказываю. Как-то уезжаю я тоже спокойно, ничего не сказав. Но в этот раз все прочитали новости, новости в газете. Все меня обняли и поздравили, все группы, мне было очень приятно. Я очень люблю своих студентов, у меня очень замечательные девочки. С удовольствием я с ними работаю, и я думаю, что они тоже с удовольствием со мной занимаются. А вот что касается современного студенчества, так скажем, спортивная форма. Сейчас ГТО говорят, да, очень много. А вот как вы, как специалист, как профессионал высочайшего уровня, оцениваете физическое состояние наших студентов? Физическое состояние наших студентов? Физическую подготовку, так скажем. Ну, наверное, хотелось бы лучшего. На самом-то деле, но здесь нужно учесть то, что они приходят же к нам из школы. И тот уровень, который у них есть на момент поступления в университет, это работа учителей физкультуры. Там на месте. Но мы ведем карточки. То есть у каждого студента есть карточка. При поступлении на первый курс они сдают исходные контрольные нормативы. И каждый семестр они сдают контрольные нормативы. Занимаются они физкультурой у нас три года до третьего курса. Вы знаете, их результаты растут. Не могу сказать, в прошлом году мы в тестовом режиме принимали норму ГТО у третьего курса. Может быть, даже на бронзу уложились не все, но есть ребята, которые уложились, и они стараются. И результаты у них растут, и они занимаются, и это не может не радоваться. Ну, кроме всего прочего, есть же еще определенные способности, что ли, да? Вы сказали как-то в одном из интервью, что самодисциплина – это самое главное. Самодисциплина – это главное. Но здесь, видите, это не является у них в приоритете. То есть занимаясь два раза в неделю, по часу или полтора, очень сложно улучшить свои результаты, да? Но очень многие студенты, особенно живущие в деревне университет, они организуются в группы, в команды. Я знаю, что девчонки бегают, тренируются, занимаются, что проводятся тренировки в сборных факультетов. То есть они готовятся к спортике внутри университета. И, в общем-то, это в большей степени самостоятельное занятие тоже способствует их улучшению результатов. Самодисциплина – это без нее никуда. Но у них же еще, у первого курса – это адаптация к университету. То есть вчера ты был в школе, ты знал всех учителей, сидел за партой. В другом городе жил. Да, здесь нужно встать. Они многие приходят на первую пару, у них там голова кружится, они не успели позавтракать, да? Сколько они там спали. Конечно же, у нас индивидуальный подход, мы стараемся очень внимательно. У нас всегда лежит баночка с конфетками. Кто не завтракал, всем по конфетке. Это такой ноу-хау Казанского университета. Нет, у нас просто на самом деле очень внимательные преподаватели. У всех же есть тоже дети, все относятся с пониманием. Я читала лекции в этом году на первом курсе у химиков. Я попросила поднять руки, кто живет в общежитии. Процентов 80. То есть представляете, им там 16-17 лет, они без мамы. Это же кто с утра встанет и сам себе овсяную кашу сварит, да? Поминай о наших 16-летних детей. Если они еще сделают бутерброд, если вообще что-то там с вечера приготовлено в холодильнике. Да, но они... То есть первый курс – это адаптация. Второй курс – это все-таки определение уже со специальностью, да? Это какие-то курсовые работы. Нагрузки очень большие. То есть университет у нас и в науке, и во всем шагает. И в российских рейтингах, и во всем. То есть нужно отдать должное, что это спортсмены, мы живем спортом. Наша главная задача – тренироваться, спать, отдыхать. Мы не пишем диссертации курсовые или еще что-то. А здесь им нужно успеть все. Плюс ко всему, хорошо, когда вот мы в семье, там кто-то поможет тебе прибраться, постираться, или там сготовить, или сходить в магазин, подхватить. А они же в основном предоставлены сами себе. И я считаю, что они вообще молодцы. И при всем при этом они еще развиваются и растут. И с каждым семестром они лучше, сильнее. Они молодцы. Но самое главное – у них горят глаза. Когда они приходят на занятия, у них горят глаза. И это самое главное. Потому что с потухшими глазами не будет успеха ни в чем. Ни в учебе, ни в спорте. А талантливые дети, они талантливые во всем. Поэтому у них, наверное, и в ГТО, и в учебе. Вы говорили о том, что у нас в Казани и в Татарстане очень много спортсменов, и, может быть, даже незаслуженно забытых. Мы говорили перед программой с вами об этом. Что ребята не знают, что вот за этой партой в их школе, здесь, в Казани, учились величайшие спортсмены. Все знают, конечно, наш футбольный клуб, знают Акбарс. Но мало кто знает еще о наших силовиках. У нас достаточно много, даже у нас в университете достаточно много спортсменов. И буквально в 2014 году, да, чемпион Европы по тяжелой атлетике. И у нас чемпионы мира по плаванию, и сильнейшие легкие атлеты, и лыжники сильнейшие. И вот в Корее проходила универсиада. У нас четверо ребят вернулись с медалями. Это и фехтование, и легкая атлетика. Сейчас даже все эти отчеты за последнюю неделю перемешались в голове. У нас очень много сильных ребят и в университете, и в Казани. Когда въезжаешь в город Чистополь, а у нас там особо развит армрестлинг, у них очень хорошая школа, и у них сейчас мэр города Чистополь, мастер спорта и армрестлинга Дима Иванов. У них висит огромнейший плакат с ихними фотографиями, с медалями, с призывом молодое поколение равняться на сильнейших. А у нас, ну вот кто знает в авистративном районе, да, что там, например, живу я, или что у нас в 62-й школе учился чемпион мира по гребле, и сейчас он в сборной России. И вот на Мире в сентябре, в конце августа прошел отбор на Олимпийские игры, квалификацию они прошли. Но, то есть дети, учащиеся в той же самой 62-й школе, обычной городской, должны знать, что вот здесь за ихней партой сидел Артем Косов, да, который сейчас готовится к Олимпийским играм. Мне кажется, это вдохновило бы многих, ребят. Потому что, например, Колесников у нас, олимпийский чемпион, да, по тяжелой атлетике, Куринов, который тренировался в КАИ, выступал за КАИ. У нас очень много таких сильнейших. Мы в этом году, 70-летие Победы, проводили спортивный праздник на кафедре, посвященной 70-летию Победы. Мы проводили это для первого курса и приглашали в гости двух ветеранов Пенькова, нашего заслуженного профессора с геофака. Ему 92 года. Он прошел всю войну. Окончание войны он встретил в Праге. После этого он окончил наш университет, аспирантуру. Стал профессором. Он перестал читать лекции еще только год назад. В 91? Да, три года назад, последний раз, он был на международной конференции в Германии. Он свободно. Он прекрасно говорит. Он говорит на английском языке свободно. После праздника мы пили чай и спрашивали у него, как он тренирует память, потому что это уже сложно в таком возрасте. Он сказал, что он каждый день по 7 часов слушает Евроньюз. Когда предложили прислать за ним машину, чтобы привезти его на праздник, он сказал, что вы знаете, я самодостаточный мужчина, я могу сам добраться до университета. И понимаете, таких людей в нашем стране много. И мы должны знать. Наши бывшие заведующие кафедры, мне прям вылетела его фамилия из головы. Надо же, так бывает от волнения, наверное. Вы знаете, он ветеран труда. Сейчас, может быть, в процессе рассказы вспомню. Ему было 8-10 лет, когда была война. В школу они ходили. То есть она это все рассказывала студентам. Ему было 8 лет, наверное. Да, 8-10 лет ему было, да. 8-10. То есть в школу они ходили за 10 километров. Он говорит, что ни разу не опоздал в школу. В любую погоду, по бездорожью. А ночью они работали, все для фронта было. Вместе со взрослыми. Когда он закончил школу, закончилась война. Он поступил в Казани в университет педагогический. Здесь он занялся академической греблей. Стал чемпионом Европы по гребле. Он играет на музыку, играл на музыку. Он умер через месяц после того, как побывал на нашем празднике, к сожалению. После праздника посвященному дню праздника? Да. Но то, что студенты его увидели и услышали, и вот этот заряд вот таких мероприятий должно быть побольше. Должна быть побольше встречи с такими людьми, да? То есть он человек, который, я не знаю, в деревне, да? Который прошел войну и учился, и работал. Стал мастером спорта международного класса по гребле, да? Это не помешало ему научиться рисовать и рисовать маслом. Играть на музыкальном инструменте. Ведь что говорили древние греки? Образованный человек должен уметь читать, писать, играть на музыкальном инструменте и плавать. То есть в человеке все должно быть прекрасно и все должно быть развито. Что касается женщин, я слышала, что она должна еще уметь танцевать. Ко всему этому. Он древний греки. Когда я начинаю петь в машине, у меня муж говорит, да, лучше танцуй. И в машине. Я знаю, что у вас есть еще одна страсть. Вот опять-таки, говоря о таких людях, да, с сильным характером, с волей, с такой вот жаждой жизни, с такой энергетикой. Опять-таки, спорт, семья, профессия, преподаватели, да, студенты. Я знаю, что у вас есть еще одна страсть — цветы. Красота. Цветы, да. Цветы я очень люблю. В 2004 году я их начала высаживать все на балконе. И, наконец-то, вот последние уже 9 лет у меня есть участок. Мы, конечно, еще не построились. Но цветы уже посадили. Но цветы уже посадили, да. И, конечно, бывает, когда ты приезжаешь после второй тренировки вечером и летом туда, их надо полить, прополоть, порыхлить. Но на них я силы всегда нахожу. И они, наверное, дают мне вот эти силы. Вообще, увлечений у меня много. Еще я увлекаюсь живописью. Рисую маслом. Я очень люблю верховую езду. Вообще, закончила музыкальную школу. И меня очень настойчиво приглашали в музыкальное училище на дирижерское отделение. Музыкальную школу по какому классу? По классу фону? Нет. Ну, хор-класс, да. Фортепиано тоже было. Евгения Владимировна, так не бывает, что у человека столько... А если вот говорить, ну, может быть, вот эти хобби, да, что касается музыки и так далее. Ну, вот если семья, спорт, работа, первично что? Первично, конечно же, семья. Это потому что семья — это, наверное, та почва под твоими ногами, на которой ты стоишь. То есть, если ты двумя ногами устойчиво не стоишь на земле, то ты не получаешь энергии и сил для своих движений дальше, для творчества. А творчество, оно тоже помогает и развивает. Вообще, любая новая деятельность, мне нравится чему-то всегда учиться. Она дает какой-то дальнейший толчок даже вот в избранной твоей деятельности. То есть, если ты хочешь, ну, например, ты метаешь правую руку, ты занимаешься метанием. Чтобы лучше метать рабочей рукой, нужно научиться это делать нерабочей рукой. Потому что, когда ты обучаешься новому действию, у тебя задействованы, наверное, все клетки твоего головного мозга, все нервно-мышечные синапсы. То есть, все твое тело ориентировано на то, чтобы освоить неспецифичный для тебя вид деятельности. И ты какое-то творчество, и это тебя раскрывает, и дает силы, и прибавляет, и ты движешься дальше в своем направлении. Нужно обязательно чему-то учиться новому. Изучать новый язык, новый вид спорта. Лыжи это там. Ты ездишь по лыжне, научись коньковым ходом. Но есть виды приемлемые. Я, например, очень боюсь горной лыжи. Это вообще высота и скорость. У вас появилась такая недавно возможность, да, тут в Казани. Замечательно. Да, но вся семья у меня катается на сноубордах. Я с ними не ещу, прям потому что у меня панический страх. Я не верю. Нет, не могу преодолеть. Который дерется с мужчинами, вдруг боится. Нет, с мужчиной я не берусь. Опыт такой был. Я могу побороться с ним на тренировке. Ну да, я об этом и говорила. Наверное, на практике так вот в обычной жизни не приходилось. А мужчины, они все равно всегда сильнее. И если мужчина занимается той же деятельностью, что и ты, конечно же, он сильнее тебе. И, то есть, тренироваться нужно просто с теми, кто тебя сильнее. Поэтому тренироваться с мужчинами. Ну, если ты мужчине проигрываешь, ну ладно, ты же мужчине проигрываешь, да? А не женщине. То есть здесь тебе психологически легче. Но если ты вдруг мужчину выигрываешь, ой, здесь еще круче психологически. Но это должно быть только, наверное, на тренировочной площадке. В жизни с мужчинами соперничать не нужно. Потому что нужно никогда не забывать, кто ты. Что ты женщина. И никогда не забывать, что это мужчина. И нужно находиться в гармонии с окружающим миром. И с окружающими людьми. Тогда это тоже даст силу. Потому что мужчины, они не для соперничества. Они помогают, вдохновляют. Соответственно, мы их вдохновляем и им помогаем. То есть здесь, наоборот, нужно как-то в симбиозе находиться. Да, к сожалению, программа подходит к концу. Очень много для себя даже полезного я нашла. И я думаю, что для наших радиослушателей и телезрителей, которые видели и слушали нашу программу, было много интересного, нового и много интересных советов. Со своей стороны, прослушав все, что сказала Евгения, хочу пожелать вам ничего не бояться. И в обычной жизни, и все, что касается спорта, карьеры, профессии, побеждать, одерживать победы, может быть, не на мировых чемпионатах. Над самим собой. А над самим собой. Да, правильно вы говорите. С вами была программа «Разговор по чесноку». Я Марина Хакимова. И гостем нашим была мастер спорта международного класса, старший преподаватель кафедры физ. воспитания и спорта Казанского федерального университета Евгения Фомина. Спасибо вам огромное. Спасибо. «Разговор по чесноку» на радио ЮФМ. Редактор субтитров А.Семкин